Она случайно уронила ножку, Суп был сильнее выстрелов в тиши, И, испугавшись, струкнула немножко. Сын нервно бросил, «Мама, не спеши!» И тут взвела из змеё ее невестка, Как будто она ступила на игу. «Я ж говорю, что ей у нас не место На кухневочной крошке на полу!» «Ты знаешь, как она меня достала! Я что, слугой быть ей должна? Так вот, в последний раз тебе сказала, Решай сегодня, я или она!» Кричала нервно, громко, истерично, И начисто забыв о тормозах. Опять испорчен завтрак, как обычно, С остыли слезы в остальном глазах. Сынок молчал, молчала родовнучка, Тот ангелок, которого она, Так много лет в своих держала ручках. Большая стала, нянька не нужна, В невестку же, как будто бес вселился. Кричи, бьет гневе кулакона в стол, Чтоб завтра же к ней зал переселился. Сынок молча стал и за столами ушел. Рыдания застыли в горле комом, Она не мама, бабка и свекровь. Дом стал чужим, жестоким, незнакомым, Когда же в доме умерла любовь. Очередная ночь была бессонна, Подушка стала мокрой от слез, И голова гудела медным звоном. «Зачем, сыночек, ты меня привез?» А утром сын подсел к его постели, Боясь глянуть в молящие глаза, С волнением справясь еле-еле. Чуть слышно, полушеплетом сказал, «Ты, мам, пойми, мне тоже очень трудно, А между вами, как между двух огней, А там еще, к тому же многолюдно, Тебе с людьми там станет веселей. Да мне, сынок, веселья-то не надо, Мне приятного с вами, с близкими людьми, Мне помирять, сынок, с тобою рядом. Да тяжело с тобой нам, ты пойми, У нас и так семья, дела, работа, И жизнь ведь далеко у нас не рай, Жене вам тоже отдохнуть охота, А тут тебе сготовь и постирай». Ну что, сынок, коль я обузой стала, Вези меня в тот нестарелый дом, Глаза, прикрыв платочком, зарыдала, А сын склотнулся, стрявший в горле ком. А через день нехитрые пожитки Лежали в узелочках на полу. Зачем плотном припомнился? Калитка, а дождь чекал слезами по стеклу. Ну вот и все, теперь им тут спокойней, И легче будет без обузы жить. А я, я, видно, этого настойно, Но ноги не хотели уходить, А ноги стали ватными от горы, И сердцу вместо не было в груди. А сын, чтоб расставание ускорить, На дверке внули, приказал. «Иди». Она за грудь, держась не понарошку, Как будто так ослабнет сердце боль. «Давай, сынок, присядем на дорожку, Чтоб легкий путь туда был нам с тобой». «Да что дадут короткие минуты, Коль расставанию обозначен срок?» А перед ней вдруг сына почему-то, Челнула первая мама за порог. Кольцом в дом тяжелый, спертый запах, Лекарственной и хлоркой пополам. Вон на диване чей-то бывший папа, Сосед свящих-то тоже бывших мам. Сын проводил с вещами до палаты, Прощаясь как-то сухо оборонил. «Прости меня, а будь скучновато, Ввод телефон, возьми и позвони». Но на прощание все же обнял маму, Прижал к себе, как много лет назад, Когда была еще любимой самой, Поцеловал и посмотрел в глаза. А в тех глазах застыла боль и разлуки, Чеперью ничем не солить. В своих руках морщинистые руки Он задержал не силах отпустить. У мамы по щеке слеза скатилась, Ты сам, сынок, хоть изредка звони. К плечу родному робко прислонилась. «Иди, сынок, Господь тебя храни». И след перекрестило троекратно, И, опустившись тяжко на кровать, Вдруг осознала, ей теперь обратно еще. Дороги к сыну больше не видать, Не потянулись чередою мрачной, Похожие, как братья-близнецы. За что конец такой был ей назначен? За что здесь матери? За что отцы? В тоске посылу таяла, как свечка, Молилась, Господи, прости его, Мою кровинушку, мое сердечко, А больше мне не нужно ничего. Возьми, Господь, скорее мою душу, Коль на земле я больше не нужна. Хранила фото сына под подушкой, Казалось, с ним ей было спать теплей. А сын, вернувшись из поездки дальней, Все вспоминал про мамины глаза, Все вспоминал ее тот взгляд печальный, И как катилась по щеке слеза. И запах мамин тот неповторимый, И пряди белых маминых волос, И голос мамин ласковый, любимый. Зачем же маму я туда отвез? Как мог забыть, что маме трудно было, Что ей пришлось нести и пережить, Когда она одна меня растила, Когда пришлось ей о себе забыть? Какой я после этого мужчина, Раз маму не сумела я защитить, Ту с кем был связан, прочной поповиной, Кто в этой жизни сможет заменить? Наутро, не сказав жене ни слова, Поехал снова в престарелый дом, Лишь только мамочка была здорова, И все пойдет отныне чередом. Теперь с нее сдувать пылинки буду, Не дам слезинки ни одной упасть, Давать ей буду лучшую посуду, Еды кусочек лучше буду класть. Вот, наконец, знакомая палатка На тумбочках остывшая еда, Пустующая мамина кроватка, А мы нет, мерзлова мысль, беда, И сжало сердце в маленькую точку, И под ногами закачался пол, Рукой держа за стенку пассажочку, По коридору медленно пошел, пошел, Но чей-то голос летом, Послушай! А по спине стекал холодный пот, Но вдруг увидел, Что навстречу с кружкой По коридору мать его идет, И сразу с плеч упал гнетущий камень, И слезы счастья брызнули из глаз. Он маму крепко обхватил руками, А мамочка в рда не разошлась, Сынок, я, мама, за тобой вернулся, Домой поедем, вещи собирай, И как бывало в детстве улыбнулся, Я так решил, а ты не возражай, Садись в машину, что ты в самом деле, Дай на прощание и махну хоть раз, А из-за кошек с завистью глядели, И в след десятки старых грустных глаз.